Месяц остался до полного перехода застройщиков на эскроу-счета. И это не единственное изменение, которое нас коснутся. Все подробности мы подготовили в нашем справочнике. С 1 июня заработал в полную силу Институт финансовых амбудсменов, то есть уполномоченных по финансовым вопросам. Пока они будут разбирать споры в сфере моторного страхования. Сага Каска. Этот сервис абсолютно бесплатный. При обращении в портал госуслуг каждый человек имеет право обратиться, высказать свои претензии. И в очень краткий срок, не более 15 дней, он должен получить решение по своему вопросу. С 1 июля вступают поправки в закон о долевом строительстве. И начинают в полную силу работать эскроу-счета. По сути, между покупателем и застройщиком появляется посредник банк. Он открывает специальный счет, который позволяет безопасно проводить расчет между покупателем и продавцом. Таким образом, понятие «обманутые дольщики» должно уйти в прошлое. Будет установлено ограничение. Общая сумма процентов штрафов, пений и неустоек не должна превышать более чем в два раза сумму основного тела кредита. Кроме того, общая сумма выплат в день не должна превышать 1%. Но из этого общего правила есть исключения. Если мы говорим о сумме микрокредитов и микрозаймов, которые не превышают 10 тысяч рублей на срок не более 15 дней, то общая сумма переплат не должна превышать 3 тысячи рублей. По новому закону, с 1 августа у заемщика, оказывающегося в трудной жизненной ситуации, появляется право требовать от банка сокращения или вовсе приостановки платежей по кредиту на срок до полугода. Пауза в платежах не считается просрочкой, не грозит взысканием залога и не отражается в кредитной истории. Продолжение следует...